Кузо, проникающий Прямое давление на ран Вот у тебя рана Заживай левой рукой Левой рукой прижми сильнее Работай дальше, что замер Опа, шея пошла Шея сзади Ребра уже есть Влезли ему ногу Не сильно быстро На карты лезь Убил Давай еще раз подрежь ему ногу Все, есть И нога, и шея, и вообще-то труп Хорошо Глядя, есть очень хороший вопрос Оставайтесь, пожалуйста Ляжешь? Не страшно? Ранение шеи Ранение чего может быть? Шея Может быть Сонная артерия Могут быть поклонки Трохея То есть все что угодно Печени там нет Работаем Смотрите что самое интересное Я не понимаю артериальное оно венозное Потому что я вижу кровь Первое что я делаю я зажимаю Лежи дрота Лежи Лежи Ничего с ним не останется Не напрягайся Ты дышишь все нормально Все с тобой хорошо Посмотрите у меня сейчас под пальцами У него пульсация Нажимать нужно строго вниз Если у меня здесь Рядом с отверстием Я могу нажать чуть ниже Либо прямо по центру Но заметьте что я нажимаю обоими руками То есть если я делаю вот так То это совсем не работает Вот движение Ты сейчас себя нормально чувствуешь? Не потерял сознание? Вот это для того что даже если вы переживаете одну сонную артерию Ни о чем это не скажет У нас трафик крови пошел и по второй сонной артерии И не забывайте что у нас здесь две артерии ветробазилярного бассейна То есть соответственно ничего не происходит такого Я зажимаю рану Я говорю так ребята у нас человек раненый Вызывайте скорую Вызывайте милицию И сижу давлю Вот я сейчас чувствую пульсацию под пальцами Я ему реально пережал сонную артерию А как неправильно пережимать? Покажите Это в центру да? Вот В бок Я пережимаю ему сонную артерию Все пережимаю И я сижу Братан не бойся все будет кое-как Ты помнишь ли мне денег? Долг И сижу давлю Видите что я не совсем идешь Слушай подожди немножко Вот все Даже у меня аптечки с детями Саниматься не собираюсь Я взял вот так вот И зафиксировал А самого можно попросить Либо же Либо же В случае если это рана у меня То я рефлекторно сделаю вот так Рефлекторно Я испугаюсь Зажму себе рану И что буду делать? Звать Бежать или нет? Идти может быть Ни в коем случае не бежать Умница Чем больше я двигаюсь Тем больше нарастает у меня кислородное голодание Мозга Все я сел Я сел Вызовите скорую Все Почему так? Потому что любое движение Увеличение Работы сердца То есть если я давлю Давлю строго вниз К шейным отросткам К костным отросткам шейных поглотков и к мышцам Давлю Все я давлю Если у меня есть помощник Я говорю пожалуйста Придите меня бинты Тащите Тащите Надо же показать братан Все Держим Мне нужен бинт раз Вот это мне нафиг не надо Я сделал бинт раз И второй бинт раз Все я держу Мы берем руку Вот так чик Берем руку Жгут на шее не надо? Заметьте Я вот сейчас держу Анекдот про теща вспомнил Вот мой коллега Берет сейчас бинт И маслает через руку Так называемую давящую повязку А я вам помогаю тем что я продолжаю Осуществлять прямое давление на рану Если это артериальное кровотечение Даже не думайте такой фигней заниматься Потому что это в любом случае Ослабляет давление на место ранения Сидим и ждем пока не приедет скорая помощь Убираем бинт Полностью По моему 2008 год Насколько я помню Ливанская компания Батальон ЭГОС Орех Контратегрестическое подразделение Армии Цехал Обороны Израиля Была ситуация когда В средстве осколочного ранения Одному из командиров подразделения Орвануло сонную артерию То есть перебило Есть такое подразделение 669 Эвакуационщики Медики Они вот так вот зажали рану И держали до прибытия вертолета Санитарной службы До момента пока его перегрузили туда И до доставки в госпиталь Хайфы Госпиталь Хайфы это первая линия То есть та линия Куда доставляются раненые и тяжелые пострадавшие И вот так вот есть фотография В сети Google вам помощь Когда на чеке кислородная маска Его везут уже на каталке И он поднимает вот так вот руку То есть он остается в сознании Ваше простое прямое давление Спасибо Останавливает кровь И спасает ему жизнь Не надо никаких У нас еще Еще живот остался Вторая рана осталась Правила приоритета Война 6 Ха-ха-ха-ха